В городе Бресте открылся яркий новый современный детский сад номер 13 по адресу улица Крештовича, 22А. Объект нужный и своевременный для жителей Московского района. В Заречном микрорайоне в последние годы построено много жилья. Заселились в основном молодые семьи с детьми. Вот только дошкольные учреждения образования по улице Сибровской не могут принять всех желающих. Поэтому строительство нового детского сада стало особенно актуальным. Сегодня это красивое, уютное, главное, современное дошкольное учреждение, которое оборудовано по последнему слову. Вот эти новостроящиеся районы, они требуют значительно больше дошкольных учреждений, чем то количество, которое мы построили. Это третий объект, который мы открываем, сделали все в установленные сроки. Каждый такой объект, ориентировочная стоимость составляет от 15 до 17 миллионов. Понятно, что эти деньги нужно заработать. Но потом направить для решения этой поставленной задачи. Есть программа, которая разработана по городу Брест. Она предусматривает строительство в пределах 24-26 года детских дошкольных учреждений. Ну, в количестве 810-820 человек. Ну и постараемся вот эту задачу решать как можно быстрее. Но с учетом того, как мы будем работать в реальном секторе экономики, как мы будем зарабатывать для того, чтобы данное средство направлять на эту работу. Стоимость долгожданного объекта – порядка 17 миллионов бюджетных средств. Это очень важная инвестиция, поскольку это вложение в создание достойных условий для воспитания подрастающего поколения. В этом убедился и Петр Пархомчи, который пришел к ребятишкам, конечно же, с подарками. Он вручил заведующей Елене Бажук сертификат на детские электромобили. Также Петр Александрович порадовал воспитанников сада сладкими подарками. Сегодня в распоряжении мальчишек и девчонок большую многофункциональные физкультурные музыкальные залы. Из-за студии компьютерный класс, творческая мастерская, сенсорная комната, обустроенные кабинеты для оказания коррекционной педагогической помощи. Пространство на улице тоже получилось ярким. Здесь расположились веранды, фотозоны, спортивные и игровые зоны. Площадки для изучения правил дорожного движения имеется даже собственная метеостанция. Новое дошкольное учреждение очень современное, комфортное. Оно рассчитано для всестороннего развития детей дошкольного возраста. Для этого созданы все условия. Комната ОБЖ, которая оснащена новым технологическим оборудованием. Это интерактивная переносная доска и интерактивный пол. В новом садике будет всего 19 групп, в том числе 3 специальные для оказания детям коррекционной педагогической помощи. На сегодняшний день уже зачислено 325 воспитанников. Это дети-жители микрорайона. Среди них и маленькая Вера. Мама девочки Ольга по-настоящему счастлива, что ее ребенок попал в этот сад, который находится в шаговой доступности от их дома. Ведь раньше маленькую Веру родители возили в детский сад, который расположен на Ковалевке, тратя при этом около полутора часов. В садик вообще был край как необходим, потому что если раньше Ковалевка была забита, и туда было очень тяжело попасть в садик, сейчас многие из Ковалевки переехали на Вульку, и получается нехватка мест была очень острой именно на Вульке. Нам сразу предупредили в первый год, что мы не попадем искать какие-то рядом стоящие садики. Мы целый год ездили на Ковалевку. А в этом году нам повезло, и мы перешли в новый наш садик, и теперь наша дорога домой составляет 10 минут. В других садиках я видела отсутствие игровых площадок, нормально развитых, а здесь прям их много. На каждую группу, можно сказать, там каждый ребенок будет чем-то занят постоянно. Есть места, где прятаться от солнца, от дождя, например, где хранить игрушки. Очень порадовала дорожная разметка, что деток будут изначально правильно учить, переходить дорогу, понимать знаки, понимать, что такое светофор, и как этим всем пользоваться в жизни. Маленькая Ксения Ишиш также посчастливилась попасть в новый сад. Первый год родители возили девочку из Южного, а именно там они проживают, в детский сад, который расположен в центре. Времени уходило много, да и у маленькой Ксюши появлялось нежелание ходить в сад. Когда появляется ребенок, кажется, что будет все здесь и сейчас, то есть после дома, рядышком. Первый год мы ездили в центр. 53-й очень хороший сад, старый. Там друзья появились, подружки у моей Ксюши. Ну и воспитатели были хорошие. Новый сад, я думаю, что здесь будет комфортнее, уютнее по сравнению, например, с старыми садами. Потому что инфраструктура новая, новые площадки. Я думаю, что будут как-то более детально к детям нашим подходить. Может, что-то новое будет. Потому что новый сад, я думаю, новые воспитатели, молодые, как правило, да. Они все идут, ну, как-то много со временем. К слову, о воспитателях коллектив укомплектован на 90%. Сегодня еще ожидают молодых специалистов. Коллектив в дошкольном учреждении уже подобран. Скажем так, руководители физвоспитания заполнены на 100%. Музыкальные руководители, учителя-дефектологи. Воспитатели дошкольного образования также в полной мере набраны. Ну, еще немножечко молодых специалистов подождем. Пищеблок заполнен нашими сотрудниками. Я думаю, что мы справимся. Мы команда, мы сильные. Все у нас получится. Уже сегодня в Брестской области формируют программу реконструкции и строительства учреждений образования на ближайшие годы. В республике Беларусь и в Брестской области уделяется пристальное внимание развитию системы образования, как общего, среднего, так и дошкольного образования. В этом году у нас уже ведется строительство школы-сада на 471 место в городе Пинске, в микрорайоне Жемчужный. И мы уверены, что в следующем году будем открывать данное учреждение образования. Кроме того, в этом году проектируется строительство школы-сада в деревне Тельмы-1 Брестского района и детского сада в микрорайоне Боровки в городе Барановичи. Также у нас уже имеется проект детского сада на лейтенанта Рябцева в городе Бресте. Планируется начало строительства в следующем году. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимантович. Новости Бреста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова